Сегодня 2 августа и сегодняшняя цитата «Замечайте в других хорошее, а в себе плохое». Если вы идете рядом с двумя другими людьми, каждый из них послужит вам в качестве учителя. Найдите хорошее качество у одного из них и постарайтесь перенять их, а в другом – найдите плохие качества и постарайтесь исправить их в себе. Это также написал не я, к сожалению, но я учу людей на основе этой цитаты. Когда вы видите плохое в другом человеке, расстраивает ли вас это? Начинаете ли вы критиковать? Если вы женат и замужем, вы видите плохие черты в своих супругах и обвиняете их в своих проблемах. Но это хорошая мысль, потому что здесь говорится, что мы всегда можем учиться чему-то у каждого. Если кто-то обладает хорошими качествами, вас это вдохновляет. Вы хотите быть таким же, перенять эти качества. Если же у кого-то плохие качества, то вы сразу же думаете, поскольку вы в сознании Кришны, то вы думаете именно так. Он напоминает мне о том, что со мной не так. Вы же так думаете, правда? Хотелось бы, конечно, всегда так думать, но мы этого не делаем. Но каждый человек — наш учитель. Если кто-то расстраивает вас своими поступками, то обычно это означает, что это проблема, решение которой вам нужно найти. Именно поэтому это так расстраивает вас. Мы говорили об этом раньше. Обычно недостатки других людей не беспокоят нас, если у нас самих нет таких недостатков. Поэтому всегда, когда недостатки других нас расстраивают, это, скорее всего, означает, что у нас тоже есть этот недостаток. И нужно думать, да, этот человек так добр, он показывает мне мои недостатки. Будет хорошо думать таким образом. Это потрясающий образ мыслей. Итак, это простая цитата. Мы всегда можем учиться у других, либо перенимать у них положительные качества, либо их отрицательные черты напомнят нам, дадут нам понять, что у нас тоже есть такой недостаток. Некого винить, некого критиковать. Можно только благодарить всех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok